Новые асфальтированные тротуары и парковки подъезда освещения у дома номер 3 на Сиренево и появились недавно. Благоустройство двора этим летом шло по нацпроекту «Жилье и городская среда». Потрачено больше трех миллионов рублей. Но комфортнее, говорят, жителей дома здесь не стало. Нин Михайловна уверяет, новый асфальт не спасает. И показывает фото. Во время дождей вода продолжает скапливаться и подтапливает подвал. Вот они дыры. Вот они идут дыры, куда заходит вода в подвал. Здесь уже у нас под этим крылом есть промоины. Вот куда нам обратиться с этими промоинами, чтобы нам приехали и посмотрели, замерили. У нас дома даже пол пока там идет. Из-за того, что вот этот угол дома, он просто просил уже. Попадает вода и в подъезды, утверждают жильцы. В доказательства прикладывают фото после очередного ливня. Можно было асфальт маленько, хотя бы одну лопату бросить и заделать вот это. Вы смотрите, вот это щели и это все идет в подъезд вода. Территорию должны были благоустроить по совести, говорит пенсионерка. На деле двор только разворотили. Детская площадка и та женщину не устроила. Она уверена, конструкции ненадежные. Сколько там я не знаю. Ну, я так думаю, что там не слишком хорошо зацементировали. Не дай бог, вот эта вот громила упадет на ребенка. Свои жалобы, говорит, вместе с другими жильцами уже озвучивали в районной администрации, но там сообщили, что все запланированные работы выполнили. Осталось установить лавочки и урны, и на это еще есть почти две недели. В середине сентября работа во дворе по плану закончится. Действительно ли там обнаружены дефекты и будут ли их устранять? С этим вопросом мы обратились в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства. Нам пояснили, проверку во дворе дома на Сиреневой проводили. Но она показала, вода в подвалы не попадает, как утверждают жильцы, хотя и затекает в подъезды. Но эту проблему решить непросто. Эффективное водоотведение вот с этого места очень сложно. Просто по причине монтажа изначально этого вот узла, то есть плиты, не дают сделать контруклон асфальта, который на них лежит. То есть слишком близко плита к двери. То есть придется либо поднимать дверь, либо обрезать ее пополам, что, естественно, тоже не очень хорошо. Оценить качество работ по благоустройству двора еще предстоит специальной организации. Совместно с подрядчиками они и решат, как устранить существующие проблемы. В администрации сообщили, жители рано начали бить тревогу. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин.